А я всё ждала, когда же будет ремонт печки, и когда же всё-таки проведают дядю Витю и Казбека. А тут вот оно что, только удалось накормить Казбека. И, как всегда, куча отмазок. Всем огромный-огромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, поговорим мы с вами о канале Дневник Бомжа и обсудим совсем малюсенький видеоролик, который я пока что ещё посмотрела. Это видеоролик, как Ванька с Максимкой приехали запилить видос с дядей Витей. Якобы хотели накормить Казбека, и дядя Витя тоже какую-то подачку привезли. Я что-то заметила, что инночки гораздо больше привозят всего вкусненького. В магазин возят, в парикмахерскую. А дядя Витя что-то ничего. Ну, наверное, инночку больше людей смотрит. Там же всё-таки трэш. А дядя Витю что-то совсем не смотрят. Постоянно его ругают. Ну, и поэтому Ванька с Максимкой, видимо, к нему и не ездили. И тут решили. Потому что уже люди просто устали писать. Ваня, съезди, покорми собаку. А ведь правда, ребят, кто эту собаку навязал дяди Вите? Ваня навязал кота, потом второго кота, собаку. Ваня, будь добр, корми эту собаку. Почему твою собаку должен кормить дядя Витя? Ну, либо забери её, либо договорись с доброделами. Они же говорили, что якобы хотят забрать. Они хотели забрать именно в семью рукастых. Ну, мальчиков, которые мастера на все руки. В общем, и почему-то до сих пор не забрали. И эта собака голодная, и очень похудел Казбек. И, если честно, мне жалко. Жалко, потому что вот так вот относятся к животным. Вася был, надоел. Теперь он по Васе скучает. Кота где-то словили. Домашний красивый кот был. Стал чёрный, страшный. Конечно, он прячется. Прячется, потому что он не в своём доме. Он боится. И, слушайте, это уже напрягает реально. Ну, и Ваня приехал и давай рассказывать зрителям сказки о том, что печник сказал, что делать печку не будет. Ну, потому что холодно, печку потом топить нельзя будет. И потом все бочки покатятся на печника. Интересно, он выражается, что печник – это якобы мужчина. На самом деле, помните, он говорил, что у него есть женщина, которая умеет ложить печки, ремонтировать там, короче, всё такое. Сейчас печник. И мне писали, что якобы это его бабушка, она разбирается во всём этом деле. И я не думаю, что Ванька об этом не знал, что печку делать зимой нельзя. Ну, вообще, я не разбираюсь в печках. И я не знаю, что там можно, что там нельзя. Ну, возмущает одно, что постоянно эти обещания с печкой. Всё лето что-то там обещал, что-то говорил, будем делать, будем делать. Сделалось что-нибудь? Ничего. Ване выгодно запилить видос. И не нужна ему ни Инночка, ни её проблемы. Главное – трэш. Не нужен ни дядя Витя, ни его проблемы. Главное – приехать с такими добрыми глазками, полазить там, чтобы только можно было поснимать. Наговорить всяких обещающих слов, что… Ой, надо тут сделать, надо тут сделать, надо печечку сделать. Ой, дядя Витя, надо тут тоже тебе что-то подделать. И дядя Витя – ура! Они мне всё сделают. И такой уже в настроении. Всё разрешает им снимать уже. Не хамит, разговаривает. Такой добренький. А на самом деле мальчики и Ванька вообще ничего не собираются делать. Вон Инночке комнату разбирают, там, что они собирались делать. Всё никак не подготовят к жизни. И вообще они не должны, да, Инночка сама должна, а вообще-то и должны. Посмотрите, какая актриса. Как она снимается, как она работает на камеру, какая прическа у неё. Как она говорит, что ей положено всё, потому что она красивая. Вот так вот именно и говорит. Я уже видела, что вышел новый видеоролик с Инночкой, но ещё пока не смотрела. Ребят, вот реально ничего не успеваю посмотреть. Но вот именно напряглась с видеороликом про Казбека. Я его посмотрела, он совсем малюсенький. И меня это так возмутило. Собака действительно уже не выглядит такой упитанной. Конечно, эта пенсия у него уже, наверное, давно закончилась. Уже у него давно денег нет. Может, он уже и новую свою всю профукал. И чем ему кормить эту собаку. Хотя бы, слушайте, через день ездили туда. Блин, хоть что-то этой собаке возили. А то ужас какой-то. Навязали ему, не нужна она ему. Эта собака, этот Казбек. Он постоянно говорит, да он не жрёт, да он там всё, да он проедает, да я его кормлю. Отдайте доброделам. Пусть заберут в дом бабы Лили собаку. Блин, хотя бы там её хоть чем-то будут кормить. Может быть, приучат её к каше чем-нибудь, а не к костям, если Казбек не ест. Но я не уверена, что он прям ест там одно мясо или там одни кости мясные. Возможно, он ест всё подряд. Это уже просто дядя Витя панты гонит, чтобы привозили побольше костей, чтобы эти кости доставались ещё и дяде Вите. Кстати, привезли Казбеку косточки, да, куриные. Такие инночки на суп возят, да. Ей за милое дело. Она так радуется, так радуется этим косточкам, что бегом уносит их, наверное, к бабушке, ребят. Короче, не знаю. Вообще, напрягает Ваня. И главное, когда он что-то пытается оправдаться, но даже и не оправдаться, когда он говорит на камеру, он вообще не смотрит. У него глаза по сторонам где-то бегают. Он как будто что-то боится, потому что вот, видимо, брешет. Просто, видимо, брешет. Ну, вот и я так вижу, не знаю, это моё такое мнение. Не навязываю никому, но вот я почему-то так думаю. Он у меня уже просто вызывает напряжение, потому что вот такое вот свинское отношение к животным. Что к Казбеку, что к котам, особенно вот этот белый хвост, которого притащили. Его увозить оттуда нужно, занести хотя бы туда, где взяли этого кота. Ну, правда, я уже думаю, что он и забыл, где он был, этот кот, потому что он уже давновато у дяди Вити. Это вообще какая-то жуть. Чем занимаются? Вот какой-то ерундой занимаются. Вот просто нечего делать. А бы поснимать. У них, видимо, абсолютно никакой нет жалости к животным. Да и к людям, наверное, я не вижу особой такой любви и внимания к Инночке. И то же самое к дяди Вите. Ой, и с Лянкой была та же самая песня. Главное, ролик побольше обещаний и ничего не делая при этом. Короче, как-то так, ребят. В общем, жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Как всегда, каждому из вас прекрасного настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания, ну и, конечно же, здоровья. Берегите себя и своих близких. А я вас обнимаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok